Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. И, продолжая разговор о книге «Экклезиаста», обратимся сейчас к пятой главе этой книги. Впрочем, надо сказать, что по содержанию последний стих четвертой главы, формально принадлежащий к четвертой главе, конечно, относится к пятой, должен был бы относиться, но когда около тысячи лет назад текст Священного Писания разделяли на главы, ну вот так вышло в каком-то смысле по случайности. Итак, «Экклезиаст» обращается в начале пятой главы к, пожалуй, нельзя сказать, к отношениям человека с Богом напрямую, скорее, все-таки к религиозности. Это далеко не одно и то же, потому что и религиозность может быть без отношений с Богом, и отношения с Богом без религиозности. Ну вот «Экклезиаст» говорит все-таки для народа Божьего, и для него, хотя и развлечение такое существует, но все-таки вот он пытается посмотреть своим критическим взглядом, взглядом мудрости, взглядом исследования рационального на то, что современные ему люди делают вот в этой области. И он обращает внимание на следующие важные вещи. Во-первых, поразительные совершенно слова мы видим в 17 стихе 4 главы, который должен был бы быть, конечно, первым стихом 5. Он говорит, когда идешь в дом Божий, будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению. Одной этой фразой «Экклезиаст» соотносит свое исследование, всю свою книгу с традицией библейских пророков, допленных, да и послепленных тоже. Потому что вот эта идея о том, что Богу гораздо важнее наше послушание или слушание, как выражается здесь «Экклезиаст», чем жертвоприношение, эта мысль присутствует почти у любого из пророков-писателей, которые трудились и проповедовали до «Экклезиаста». Это действительно очень важная вещь. И, понимаете, если продолжить непредвзятое исследование «Экклезиаста», то надо сказать, что и прошедшие 2500 лет не очень-то научили нас понимать, о чем идет разговор. Не очень-то мы умеем доверять тому, что Богу гораздо важнее, чтобы мы были в диалоге с Ним и слушались с Ним. чем какие-то жертвы, приношения и прочее-прочее, что мы думаем, что было бы гораздо проще ему принести, не входя, так сказать, в личные взаимоотношения. «Экклезиаст», как и предшествовавшие ему пророки, знает, что это по-настоящему важно, что Бог не соглашается на вот такие вот механические взаимоотношения купли-продажи, в сущности. Бог не коррумпированный, взяток не берет. Поэтому слушать и слушаться его важно, а с жертвоприношениями как получится. И вот он дальше говорит о том, что для человека, с его точки зрения, важно видеть масштаб между Богом, который на небе, и человеком, который на земле. И поэтому он говорит, ты вообще постарайся говорить Богу поменьше, потому что Бог на небе, а ты на земле. И еще тоже не вполне, по крайней мере, в современном русском переводе, в синодальном и в других современных переводах, не вполне бросается в глаза, но присутствует тоже очень важный смысл, для библейской культуры важный. «Экклезиаст» говорит о том, что мы много пытаемся о Боге представить себе. «Экклезиаст» вообще называют это сновидениями, некоторым тем, что нам мнится о Боге, но все это по-настоящему только множество слов, которые выдает глупого. И еще одна важная с этим связанная мысль вот какая. Он говорит, когда даешь Богу обет, ну, тогда исполняй его, и лучше тебе не обещать, нежели обещать и не исполнить. В связи с этим, во-первых, конечно, вспоминаются притчи Господа Иисуса Христа о царе, который собрался на войну и не посчитал, сколько у него патронов. Или тоже о царе, который собрался строить мега-супер-пупер дворец и не посчитал, хватит ли у него гвоздей. Вот, «Экклезиаст» призывает всерьез относиться к тому, что происходит между нами и Богом, не давать пустых обещаний. Если ты что-то хочешь обещать, тогда тебе нужно понимать, в состоянии ты это исполнить или не в состоянии. И если у тебя нет уверенности, то лучше не обещать. И, может быть, совсем коротко то же самое говорит Господь Иисус, когда предлагает своим ученикам, да будет слово ваше да-да и нет-нет, а что сверх того от лукавого. В сущности, о чем-то подобном здесь говорит «Экклезиаст». И, может быть, на секунду приоткрывается читателю его отношение с Богом, которое, вообще говоря, сокрыто все-таки в основном тексте книги, потому что так, как здесь пишет «Экклезиаст» об обетах, может написать только человек, для которого Бог – личность, и чье величие он переживает, ощущает каждый день, и перед которым он чувствует себя ответственным. Дальше говорит о том, что все наши попытки выдумывать какие-то теории, ну, собственно, греческое слово «феория» именно это и обозначает попытка увидеть невидимое Божье. Все это сновидение, множество слов. И в этом, говорит «Экклезиаст» – суета, но ты бойся Бога. Значит, как и другие библейские авторы, он предлагает читателю стоять перед Богом, слушая Его, а не пытаясь выдумать себе Бога, который чаще всего при этом получается по нашему образу и подобию. Дальше «Экклезиаст» снова к неумирающей совершенно теме притеснений и богатства обращается. Говорит о том, что если ты увидишь где-нибудь притеснение бедному, нарушение суда и правды, не удивляйся, потому что так устроено общество, говорит он. Над высоким наблюдает высший, а над ними еще высший. И вот эта вся картина иерархичности человеческого устройства, подобного тому, как устроена в сущности обезьянья стая с альфа-самцом и всеми причитающимися сюда иерархиями для «Экклезиаста» естественным образом выливается в притеснение бедному и естественным образом он не видит в этом ничего, исходящего от Бога. И дальше он говорит о серебре, который люди так часто любят, и снова спрашивает, а зачем, а что в этом? Ну, посмотришь ты на это серебро, но в конце концов все равно, каким человек приходит, таким и уходит. Заключительная часть пятой главы посвящена вот этой, в сущности, почти банальной мысли. «Экклезиаст» говорит о том, что вот человек обогащается, накапливает, у него имущество есть, и все прекрасно, все замечательно, но он не возьмет с собой в могилу ничего. Нагим приходим, Нагиме мы в этот мир, и Нагиме уходим. И в самом деле, ну, в общем, кто из нас не знает этого? Кто из нас мог бы поспорить с этим? Это почти очевидная совершенно вещь. Но, я бы сказал, человеческая трагедия заключается в том, что при всей очевидности этого мы не руководствуемся этой истиной в своем нравственном выборе и часто предпочитаем отодвигать эту грустную мысль куда-нибудь от себя в сторону. Заключает «Экклезиаст» эту главу словами о том, что на самом деле, конечно, говорит он, бывает, что у человека, ну, вот, есть чем насладиться под солнцем, что есть и что пить. И это прекрасно, это доброе и приятное, этому следует радоваться, говорит он. Но только если ты понимаешь, что это дар Божий, дар, который дается тебе, не вообще кому-то, а вот лично тебе, кому он достанется после тебя, в конце концов, да не твое дело. Потом в других главах, ближе к концу книги, «Экклезиаст» вернется к этому размышлению. Вот, но, говорит он, да, конечно, существует то, что может порадовать человеческое сердце, но это дар Божий и никак по-другому быть не может. Вот отношение к тому, что дается нам как действительно подарку, который тебе лично подарен на то время жизни, которая у тебя есть, на самом деле живительная вещь и это один из самых бесценных плодов мудрости «Экклезиаста». «Экклезиаста»